100 миллионов лет назад он жил. Не хотелось бы встретить вот такой экземпляр где-то в лесу, да? Вы помните, было такое в 13-м году? На ощупь этот кусок метеорита очень холодный. Блин, здесь по лабораториям, что ли, можно ходить, наверное? И что почем, какой хотей с мячом. Ну, в общем, ребята, вы можете увидеть, как выглядит учебное заведение, а именно UCLA, Калифорнийский университет. Вот такие фонтанчики с водой везде стоят. Для тех, кто повыше, для тех, кто пониже. Для тех, кто не хочет париться на жаре, можно просто комфортно с кондиционером изучать все, что кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Калифорнийский университет. Тантулшим. Это что, окаменелый? Это его, его. Это его, его? Да. А это, наверное, его покрасили? Это его, наверное, выкрасили. Вы покрасили? Да. зайка расскажи что здесь написано ты читала уже нет короче это восстановленный скелет какого-то птеродакции короче это вот я так понимаю вот это вот какой-то вот такой вот 100 миллионов лет назад он жил вот этот вот экземпляр вот его собрали а вот этот экземпляр сейчас познакомимся с ним поближе как-то вот встретить такого конечно не хотелось бы не хотелось бы встретить вот такой экземпляр где-то в лесу до много лет назад тирекс был большим лотоядным джинозавром 65 миллионов лет назад как-то так дома сапиенс сколько 200 тысяч лет назад такой а это 140 тысяч лет назад ну да а вот это вот представитель двух миллионов лет назад два три миллиона лет назад а это просто горел а это что за пользу почитайте 1 2 и 2 миллиона лет назад ну как-то он не очень был симпатичный а это еще какой-то восстановленный представитель вымершего мира что еще чаще не должна быть где-то там какой-то совсем маленький безобидный кажется это наверное эти которые были опять же парк юрского периода бегали такие маленькие стаями нападать челябинский метеорит 12-го года спросите вот челябинский это он антош это то что я рассказывала что недавно был метеорит в челябинске ребята в общем мы в америке подожди саш я посмотрю трогаем кусочек челябинского метеорита вы помните было такое в тринадцатом году когда он прилетел и прилетел и вот это вот его кусочек то есть я трогаю метеорит никогда бы не думал об этом что она идет в америке кусочек челябинского метеорита а это написано 4 килограммовый кусочек пустынного стекла сформированный метеоритом я так понимаю во время падения шести килограммовый кусочек пустынного стекла и здесь опять же различные осмолки метеоритов они очень интересные на ощупь короче это просто кусок кусок железа если вы можете представить себе кусок ржавого железа блин он офигеть какой тяжелым просто вот этот вот вот ребята реально не подъем вот этот вот килограмм весит ну я вам скажу 5 наверно не меньше может быть 10 просто вот этот вот вот я вот я его реально не могу оторваться стола за один край могу поднять на полностью полностью я его не могу поднять это просто страшная сила которая летит и падает на землю вот такой местоправматовый кусочек он рассказывает что он там видит какие включения в его в целом состоянии вот это вот лежат куски метеорита рядом вот это вот тапочка написано не пытайтесь двигать метеорит вернее на ощупь этот кусок метеоритов очень холодный и очень железно то есть это как будто как кусок железа большой кусок железа на этом стенде представлены куски метеоритов в разных местах и в разных местах и в разных местах 1 Etc 1 1 1 2 1 1 1 2 2 даже есть представители из россии 1967 год и чили 1822 мексика 1776 австралия и в центре вот этот срез вообще очень красиво там просто написано его структура содержания металлов и минералов короче смотрите ребята вот здесь вот наверное студенты кушают и отдыхают в общем твой колец а сейчас ты посмотри зайка вот это на на место чтобы ты могла релакс наверно разуться босичком по травке походить смотрите такой балкончик класс просто балкон ну в общем ребята вот так вот выглядит университет его маленькая маленькая какая это микро часть микрокосмос а мы наверно на этом свое путешествие заканчиваем и двигаемся на паркинг мы пересмотрели очень мало палаток во всем и даже не попали и во все корпуса не сходили во многих но и тут еще можно было бы ходить и ходить просто все уже очень устали у нас сегодня было 28 градусов ракета опять запустили вот было очень жарко очень интересно детям на простых опытах на простых экспериментах показывали большую науку рассказывали вот стоит прокатный самокат который можно отсканировать телефоном и кататься в общем это было наверно ярмарка университета или как ее назвать то есть студенты волонтеры показывали а мы сейчас обойдем что что можно изучать в университете как можно изучать зачем это изучать на чем строится наука мы наверно сюда пытались заехать как строится наука что происходит в жизни с в общем это было очень мега интересно ну а мы двигаем на паркинг хорошо говори куда идти вот сюда мы заехали однажды мы наверно где-то внизу нам наверно вот надо по лестнице здесь спуститься а у нас какой лову и Та-дам, у тебя машина, офигеть у тебя навигация отработала, вот я честно говорю, я бы наверное сейчас долго искал мучиться, соображал, я тебе серьезно говорю Смотрите, ребята, как Тесла открывает свои двери, просто их закидывает сверху и все, складывает домиком В общем, это было утомительно, производительно Ну вот, закончили мы свои приключения в университете, сейчас мы проезжаем через этот университетский городок, еще не выехали из него, только выехали с паркинга В общем, всем все понравилось, пробыли мы 3 часа, очень устали Еще не закончилось Очень устали, там не закончилось, там эти палатки будут стоять где-то до 5-6, наверное До 5-ти часов будут вот эти все опыты показывать, а еще запланированы какие-то ночные активити Ну как это сказать, вечерние 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 там будут показы Ну, активити, короче, грубо говоря, какое-то движение Слово активити, это значит, какой-то будет движ Опять же, какие-то будут там проводиться мероприятия, то есть все это будет очень поздно Вот, ну, у нас дети не все, но частично устали, да и мы сами устали И, в общем, это все под солнцем было, было достаточно жарко Да, температура 28 градусов Вот, поэтому мы решили остановиться на половине и уже гнаться домой отдыхать Вот, ну, дети, кто чего понравилось, кому расскажите Мне все понравилось Дети очень, детям было очень интересно смотреть все опыты Участвовать, главное, их не просто показывают Да Их можно... Трогать руками Делать самим, да В общем, было очень интересно Собирали там какие-то наклеечки, потом наклеечки еще на что-то меняли На приз, если ты прослушал серию опыта Все лекции, да Там дэн-дэн-дэн, наклеечки, потом наклеечки на приз В общем, это очень интересно В общем, цель данного мероприятия было Привлечь Внимание к университету Показать детям Что происходит в университете Что учат, как учат Да, как это интересно Как это... Что это не оторвано от жизни А все прямо участвует в жизни Это не нравится мне, как стекло И лично мое достижение Само нашу машину То есть детям показывали, что наука, она не оторвана от жизни Что это и есть жизнь И как это все применяется Все эти простые опыты потом перерастают в очень интересные эксперименты И которые ведут к тому, что что-то изобретается, что-то происходит Ну вот Блин, я добавил немножко мыла И теперь вот не нравится А наша мама гордится тем, что она нашла нашу машину Как жаль, что не было моего тренера там Просто без карты просто взяла и нашла машину Ну ты объясни, почему мы так с этого приказа Это ты сейчас объяснишь Вот мы зря не съездили на верхний уровень парка Ну, в следующий раз Я занимаюсь спортивной ходьбой Нам нашли... Своить же у тебя есть такой предмет Да, у меня такой предмет Занимаюсь я для себя Мне это нравится И, в общем, наш тренер периодически отправляет нас просто Допустим, он нам дает задание Что в течение часа там ходим вокруг озера Кто сколько находит, потом отчитаемся А иногда он распечатывает для нас карту И отправляет куда-нибудь по заданию Там на 5 миль, на 6 миль, на 3, на 4 И, в общем, первый раз, когда он карту Я совсем не могла разобраться, куда идти И он понял безнадежный случай И сказал просто иди за всеми Потом, когда он опять давал карту Он уже так уточнял Ты понимаешь, я говорю, ну, почти Он говорит, иди за всеми И если что, если что Ты мне можешь позвонить У тебя есть мой номер телефон Он очень всегда волнуется, чтобы я не потерялась нигде Потому что, ну, правда, карта для меня это как-то очень сложно А стоп без карты А стоп без карты Да, без карты машина удастся И заметь, это я сказала, что надо сюда идти Здесь уже... Ты просто гений Все Все Всем спасибо 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 Спасибо